григорий стангрин спортивный комментатор создатель проекта легендарные бои основатель канала fight space григорий рад приветствовать тебя на моем youtube канале студия бокса виктора лымова мы уже с тобой записывали интервью позапрошлом году я даже посмотрел вчера это 23 марта 2022 год уже более двух лет назад тогда мы поговорили о тебе лично о твоих проектах поговорили о боксе о боях которых ты ждешь что ты от них ждешь и вот с тех пор уже даже у меня картинка есть где тайсон фьюри с усиком и с тех пор мы уже ждем этот бой вот он случился ты уже наверно много говорил об этом бою вкратце как тебе бой расскажи вообще ощущения после боя что ты ожидал от этого боя ну честно скажу что я многого не ожидал там на одном из стримов когда разговаривали об этом поединке я говорил о том что у боя есть все ингредиенты для того чтобы быть скучным вот но вот но это действительно так я не знаю что ты не согласишься со мной но исходя из того что когда доставки слишком высоки они здесь были одними из самых высоких вообще за всю историю профессионального бокса там 100 практически 50-летнюю ну имеют в современном виде в перчатках не берем голые кулаки ну вот и в таких ситуациях очень часто боксеры просто очень сильно осторожничают и ну классический пример майвезер пакьяво все ждали какого-то там очень яркого противостояния в итоге вспомните особое нечего вот исходя из этого у меня были какие-то опасения о том что может быть вот не очень зрелищно не очень скучно и я исходя из вот этих ожиданий бой превзошел мои ожидания вот выше они изначально были не очень очень они были осторожными не исключают что они были какие-то низкими в рост они были очень осторожными Но бой превзошел ожидания, потому что мы видели по ходу поединка два раза, когда ход боя перевернулся. Один раз, ну, немножко, а второй раз прям сильно перевернулся и два вообще не закончился. Я, если честно, тогда подумал, что вряд ли уже придет в себя и минуты ему не хватит. Но там уже сам Мусик, видимо, подозмотался и, может быть, по глазам увидел, что не стоит сейчас рисковать добивать. Вот. А так я в целом очень положительно оцениваю поединок. То есть это был интересный бой. Самое главное, что нам нужно? Нам нужна конкуренция, когда мы... То есть, понятно, когда ты конкретно болеешь за боксера, вот ты прям болеешь за него и все, тебе не хочется конкуренции, тебе хочется, чтобы он вышел и в первом раунде нокаутировал. Вот. Но я именно смотрел поединок с позицией болельщика бокса в первую очередь. И первое, что хотелось, это зрелищный бой, чтобы была конкуренция и чтобы выиграл официально тот, кто действительно выиграл бой. Вот. Чего мне не хотелось, это чтобы произошло какое-то ограбление, потому что, ну, если человек сделал всю работу и все сделал правильно, и его, ну, ограбили, это, ну, просто-напросто несправедливо. Вот. И, в принципе, все мы получили. Вот все, что вот эти факты, они все сложились. Давай вспомним счет судей. Там один судья отдал 115-112 Фьюри, и два судьи ближним, близким счетом отдали Усику. Фьюри отдали... Не, Фьюри отдали как раз 114-113. Один отдал. Это Крейг Меткалф. Я вчера, кстати, об этом суде мы еще поговорим. Вот. То есть Усику отдали 115-112 и 114-113. А вот Фьюри отдали тоже 114-113. Я даже... Давай на всякий случай, чтобы а то вдруг ты правильно говоришь, а я тебя сейчас испутаю, так сказать, своими какими-то... 114-113, да, Тайсон Фьюри. 115-112, это вот Мануэль Паломо отдал Усику именно. Ты сейчас бокс-рек открыл. И вот как раз Крейг Меткалф, я не знаю, ты вчера поймал эту часть стрима, где я обсуждал, или ты, наверное, не успел еще прийти. Короче говоря, Крейг Меткалф судил бой Усик-Бриедис. И тут угадай, какой счет он поставил в поединке Усик-Бриедис. Он поставил ничью. Крейг Меткалф на двух поединках Усика, работавший, и в тех боях, в двух, что Усик выиграл, он не отдал ему победу. То есть он поставил ничью и отдал Тайсону Фьюри, соответственно. Вот я не знаю, если у Крейга Меткалфа... Может, у него какое-то свое видение бокса, и конкретно бокс Усика ему не подходит с точки зрения каких-то оценок его личных. Но просто я буквально вчера на стриме, я думаю, дай-ка посмотрю, где вообще этот судья работал. И у него есть еще один поединок, очень спорный, где... Не знаю, помнишь ты Тимоти Брэдли против Диего Чавеса? Бой, это был, по-моему, 2014 год. Диего Чавес аргентинец, такой очень техничный и с хорошим ударом. И Чавес, в общем-то, выиграл этот поединок, а Меткалфа поставил ничью. То есть, ну, короче говоря, достаточно такой своеобразный судья. А я, поскольку я комментировал, очень тяжело считать бой, когда комментируешь, потому что ты какой-то эпизод произошел, ты его разбираешь, ты что-то о нем говоришь, и там, может быть, какие-то мелкие... Ну, кто-то джеб попал, кто-то, может, пару раз или там... Один-три раза попал, другой там один раз попал. И из-за того, что вот эти мелкие как раз эпизоды ты не улавливаешь, у тебя картина раунда может немножко отличаться, если ты просто молча будешь смотреть. Почему некоторые судьи даже не просто... Они там наушники надевают, чтобы шум толпы не мешал. Поэтому, когда комментируешь, может быть там немножко смазанное ощущение от тех или иных раундов. Но бой я не пересматривал, чтобы посчитать, я просто не считаю, что особо это нужно, но победа Усика с преимуществом в 1-3 балла, она, мне кажется, абсолютно справедливой. То есть, даже те, кто поставил 6-6 по раундам и за счет нокдауна Усику, или те, кто отдал 7-5, я считаю, что это вполне адекватный счет. То есть, я не вижу как больше, то есть, я не вижу 8-4 по раундам в пользу Усика, но я уже не вижу 7-5 в пользу Фьюри никак. То есть, вот как Меткл как раз поставил, он поставил 7-5 по раундам. То есть, если бы не нокдаун, было бы 115-113, но с нокдауном у него 114-113 получилось в пользу Тайсона Фьюри. Этот счет, конечно, уже... Ну, это не то, что прям какое-то лютое ограбление, но это неправильный счет для такого поединка. Я почему затронул этот вопрос? То есть, если бы не нокдаун, то бой бы завершился в ничью, получается? Ну, мы не знаем, видишь, нокдаун сильно осадил Фьюри, и мы не знаем, как бы он действовал, если бы не было нокдауна. То есть, можно представить, что, может быть, он не потерял бы эту уверенность и вполне там очень хорошо провел бы последние раунды. Но мы этого уже никогда не узнаем, и тут можно сколько угодно гипотетически это все рассуждать. А что, если бы, допустим, каким-нибудь этого эпизода в девятом раунде он произошел бы в 11-м? И произошел бы не в конце раунда, а в начале, и не спас бы гонг Тайсона Фьюри. Поэтому мы абсолютно не знаем, как бы этот поединок мог сложиться. Но то, что нокдаун был ключевым, и он точно повлиял на ход этого боя, я думаю, что это совершенно нет смысла спорить. Потому что даже если бы, как ты правильно сказал, что если просто уберем нокдаун, вот то, как бой сложился, а просто уберем нокдаун, то на карточках ничья. Потому что у Меткалфа бы тогда 115-113 Фьюри, у Палома 116-112 Усик. Вот у него, кстати, 8-4. Ну и у Фиджеральда была бы ничья. 114-114. Тогда бы да. Но это, кстати, тоже, чего я не хотел. Это как раз не хотелось ничейного результата. Я еще тут подумал, прям за сутки до боя поменялись котировки. Там уже стал, получается, Фьюри фаворитом. И вот, судя по бою, да, многие вот говорят, что судья должен был вообще закончить бой. Один судья вообще увидел Фьюри, то есть победителя в этом бою. Ты знаешь, там я не думаю, что как-то сильно продвигался реванш. Просто хотя бы на основе того, что реванш может потребовать любой из боксеров. А второй обязан его предоставить. Ну, только в случае, если, конечно, завершение карьеры. Потому что в спорте любой подписанный контракт, он аннулируется, если спортсмен завершает карьеру. Но тут оба вроде как собираются продолжать. Фьюри, вот я прочитал буквально новость час назад, или может она была и пораньше, что он сказал, что будет активировать пункт реванша. Поэтому, в принципе, тут я понимаю, если бы в случае победы Усика он не обязан был бы дать реванш, тогда да, нужно как-то это сделать. Тогда нужно прям натянуть Фьюри всеми силами. А тут он в любом случае прописан. И плюс, учитывая, что исходя из первого боя, то, как он прошел, может быть, что и доходы от второго боя будут еще больше. И, в принципе, на месте обоих боксеров, ну, как много ты не зарабатывал бы, когда речь идет о гонорарах в диапазоне 50-100 миллионов долларов, это в любом случае очень большие деньги. От них отказываться. Это... Тем более, когда ты в форме. То есть, это ладно, когда ты вышел, и ты понимаешь, что все, это был твой последний бой, когда ты еще хоть что-то вытянул. А физически уже ты просто больше... Ну, все, твой ресурс закончился. Это другой вопрос. Но, исходя из того, что я видел в прошедшем бою, я вижу, что ресурсов там еще... Ну, я уж не там... Тут не может быть точной какой-то математики. Вот я увидел ресурс на два боя. Нет, еще ресурс есть, и они способны провести... Я уверен, что трилогию, если вдруг, да, будет там 1-1, трилогию, я думаю, они способны провести. Вот, а так, с точки зрения вот то, что ты говоришь, коэффициентов, просто... Тут есть несколько моментов. Во-первых, зависит... Вот ты говоришь, где ты смотрел, поменялись коэффициенты? Ну, новости какие-то повыскакивали. А, просто, видишь, допустим, в Британии по большей части, конечно, ставили на Фьюри. И параллельно ты можешь взять британскую контору, и там будет фаворит Фьюри, и взять украинскую, например, контору, и там будет фаворит Усик. Потому что, понятно, там будут ставить на своего, и очень много людей... Ну, там была абсолютная уверенность практически, да, в победе Усика. И, собственно, и британцы тоже очень сильно верили в Фьюри, а где-то... То есть я помню, что тоже на стриме где-то за несколько дней до боя сказал, что вот Усик фаворит. Ну, потому что мне казалось, что Усик фаворит, и мне почему-то было восприятие, что и все думают точно так же. Вот. Усик... Если до февраля, до февральской даты, я считал, что 50 на 50, то после я посчитал, что Усик фаворит. Не то, что там прям явный, но на его стороне есть преимущество, просто исходя из того, что Фьюри, как мне показалось, в феврале вообще был не готов. То есть, мне кажется, если бы этот бой состоялся в феврале, мы бы увидели победу нокаутом досрочную, и там уже ничто бы не спасло Тайсона. И эти три месяца ему пошли на пользу, но с другой стороны, все равно у меня почему-то появилась уверенность, что в пользу Усика до боя склоняется бой. Вот Усик у нас, понятно, что у него есть удар, что это супертяжелый вес, но ожидал ли ты, что он сможет вот таким образом в девятом раунде потрясти и гонять Фьюри? Ты знаешь, я как-то об этом не думал до боя. То есть, мне как-то не задавался вопросом, а сможет потрясти или не сможет. Почему-то я вообще об этом не думал, но вот когда произошел эпизод, по-моему, это был четвертый раунд, когда Фьюри попал апперкотом Усику и так Саша, так видно, назад пошел, то есть, его прямо это перетряхнуло, и он немножко начал осторожничать, в оборону шел. И вот по ходу поединка я думаю так, а теперь посмотрим, а способен ли Усик потрясти Фьюри? И мне просто было само по себе это интересно, то есть, я допускал, что может, но нужно было просто вот... Ответ мы в любом случае должны были получить в ближайшие там 8 раундов. Вот, поэтому я просто в принципе об этом не думал, но тот факт, что Усик именно очень точно бьет и своевременно, у него нет, он не one-punch-puncher, да, то есть, я на всякий случай объясню, да, кто нас смотрит. One-punch-puncher это тот, кто роняет одним ударом, когда ничего этого не предвещает. Вот дрались, бой конкурентный, все, один раз попал, и человек падает. Ну, как вот Джордж Форман, например, да, что-то из этой серии. Или там... Уайлдер. Уайлдер, да, как с Артистом, да. Артист выигрывает бой, вроде как-то что-то Уайлдер, ничего у него не получается, бах, все, до свидания. Вот, Усик это volume-puncher, ему нужно несколько раз попасть, там провести серию ударов или серию атак, чтобы потом в итоге там соперник упал. Но с учетом того, что он бьет очень точно своевременно, а Фьюри как будто бы... Просто я-то Фьюри слежу там, по-моему, с четвертого поединка. О нем-то чуть попозже народ узнал, а я бы узнал о нем намного раньше. И я как раз смотрел бой там против Невина, Пайкича, когда Фьюри упал, он в Канаду поехал и упал, а Пайкич не панчер. Да и вообще, в принципе, я думаю, что мало кто слышал имя этого боксера. Потом он упал от крузера Каннингема, причем к крузер ему просто в лобешник попал. Даже не в челюсть, да, или иногда там в переносицу, когда попадаю, да. А вот именно просто в лобешник ему дал, и Фьюри просто свалился как мешок. Вот. И вот вспоминая это, я понимал, что Фьюри, он не то чтобы плохо держит удар, он просто может упасть. То есть, шанс его падения довольно высок, но его очень сильная сторона, то что он умеет как-то поразительно восстанавливаться. Я не верил, что он придет в себя за минуту и сможет продолжать, и еще там что-то какой-то, ну, из оставшихся четырех, ну, как минимум один раунд он выиграл. Ну, как минимум один. Может, даже 2-2. Вот. Это поразительно. Я задумался вот над чем. Александр Усик, он с 15 лет в боксе, он с 15 лет пришел. У него сейчас 37 лет, две Олимпиады, одна победная. Там в любительском боксе он выиграл Чемпионат мира, Кубок Европы, все выиграл. Потом была полупрофессиональная лига, да, был УСБ, он там тоже все выиграл. Потом мы знаем, что он стал в Крузерах Абсолютом. Сейчас он опять снова Абсолют, да, хуже в супертяжелом весе. Помнишь ли ты его травмы вообще? Травмы? Да. Ой, ведь ты знаешь, я, к сожалению, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что, ну, я знаю некоторые моменты, но я их знаю не из публичных, а из там каких-то, ну, не из каких-то, а из конкретных, да, источников, вот, потому что еще там в 18-м году я познакомился с ребятами и с командой, и там, и Ломаченко, и Усика, и там какие-то мы обсуждали, то есть это не то, что они там мне как-то сливают информацию или что-то такое, но мы тоже обсуждаем, и там какие-то моменты я просто знаю. Исходя из того, что я знаю их из вот закрытого источника, я не могу об этом говорить. Но в любом случае, это, я думаю, ни для кого не секрет, что любой боксер, которому уже ближе к 40, у него всегда есть травмы, и не одна. Всегда. Вот. И, кстати, это же абсолютно открытая информация о том, что перед, с Чесорой, вернее, он боксировал, у него локоть. Была травма локтя. Вот. И, ну, на самом деле, я как раз знал об этой травме еще до боя. То есть мне сказали, что бой будет тяжелый просто потому, что, короче, локоть не в порядке. Вот. Поэтому я изначально понимал, что будет тяжело и прям очень тяжело. И многие как раз после боя говорили, ну, если Чесору там, вот с Чесорой там вытянул с большим трудом, то куда там Джошуа, куда там Фьюри. Я как-то на это спокойно смотрел, потому что я просто знал всю подоплеку этого боя. И я не знаю, там помнишь, что-то нет, когда как раз был первый бой Джошуа. Я редко даю прогноз, вот так вот открыто на бой, редко, но я прям в день боя написал, типа, ребята, я вот у меня есть, ну, я уверен в том, что сегодня Усик победит Джошуа перед первым боем. Вот. И, собственно, ну, у меня, не знаю, почему-то у меня стилистически была вот уверенность, что не хватит Джошуа выучки. Вот. Потому что Усик свою Олимпиаду выиграл честно, а Джошуа нет. Ну, Джошуа победу над Камарелли подарили. Ну, там есть сомнительные бои еще. Ну, и еще сомнительные бои, да. Ну, хорошо. А все-таки, да, вот понятно, что травмы они есть. Это ясно. Но супертяжелый вес, он всегда в тяжелом весе. Но я не помню, например, почему про травмы спросил. Я знал про Чесору, что у него локоть был проблемой. Но не было ни одного такого боя, где отмена была по связи с травмой. Или он проиграл бой, и там сразу-сразу операция какая-то. Или это афишируется. Ты знаешь, некоторые вещи, это я сейчас не применил на кусику, это, там, я знаю случаи, когда после боя спортсмены не афишировали. Достаточно известные боксеры и, там, с постсоветского пространства, и, там, американские боксеры, когда они свои травмы просто не афишировали, и даже не афишировали, что они оперировали эти травмы. Вот. Ну, я не знаю, почему, ну, может быть, для кого-то это было принципиально с точки зрения личного авторитета, то есть, некоторые боксеры очень боятся, вот, что их обвинят, что он пытается оправдаться травмой. Вот. Или, там, он потерпел поражение или с трудом победил того, кого вроде должен был побеждать легко. Вот. Поэтому есть и случаи, когда боксеры этого не афишировали. Но тут надо еще такой момент понимать, что, если у тебя команда грамотная, то есть, это в первую очередь касается тренера по физподготовке, который может твою подготовку, то есть, либо если травма вылезла по ходу лагеря, либо, может быть, она уже до этого были какие-то проблемы, именно вот таким образом выстроить подготовку к бою, когда нагрузка на вот проблемный узел твоего тела будет каким-то образом чуть-чуть ослаблена. Вот. Но при этом, чтобы все равно общая физическая готовность была на стопроцентном уровне, ну, грубо говоря. Вот. То есть, это, почему хороший тренер по физподготовке это редкость, и многие боксеры страдают от того, что просто не могут найти, или, допустим, они знают, что есть вот такой тренер, но у него нет там свободного времени в графике. И я просто, опять же, там знаю, что перед этим боем у того же Усика они очень серьезно там усилили команду, и Усик, по сути, был, наверное, чуть ли не в лучшей форме в своей жизни вот перед этим поединком. То есть, вот эта его победа, она еще и основана на том, что это была командная победа в том числе. То есть, все мы знаем, что боксер, да, выходит на ринг драться, но вот эти месяцы перед боем он работает с командой, и этот успех, он в том числе принадлежит и команде, потому что без нее боксер ничего не делает. Флойд Мэйвезер не стал бы Флойдом Мэйвезером без хорошей команды. Пакьяо тоже сам. Любой, абсолютно любой великий боксер, за ним стоит очень грамотная и хорошая команда. Что ты можешь сказать о выступлении Фьюри в этом бою, конкретно про Фьюри? Он выступил лучше, чем я ожидал с точки зрения бокса против такого боксера уровня Усика. То есть те моменты, когда он его подлавливал, те моменты, когда он неожиданно атаковал, иногда даже вот эпизоды, где он вставал у канатов, там был же момент, он поставил руки на канаты, то есть встал в угол, поставил руки на канаты и потом выбросил два боковых и один точно прям попал, второй там просто в трансляции непонятно было, попал или нет, одним прям точно попал. То есть Усик это боксер, который много чего видит и много чего читает, и тем не менее в этом эпизоде Фьюри умудрился попасть, хотя вроде очевидно читалось, что он сейчас будет атаковать, но и вот были такие моменты, где он так очень интересно подлавливал Усика, даже с тем же апперкотом, когда, и этих апперкотов, кстати, он же не один был. То есть, и вот это было удивительно, когда обычно, опять же, боксеры класса Усика, если он пропустил там один-два раза, уже потом он не пропустит, он уже видит их. Тайсон умудрился попасть не один, не два, не три, он несколько раз попадал, и каждый раз он умудрялся каким-то образом спрятать этот удар. Это тоже говорит о боксерском классе и боксерском интеллекте. То есть, Фьюри в любом случае выступил на очень высоком уровне, просто я вижу, как некоторые, допустим, говорят, что даже среди болельщиков Усика, что да, Фьюри, все понятно, вот Усик показал, кто такой Фьюри. Ребят, так если вы принижаете Фьюри, тогда в чем подвиг Усика? Хочется спросить. Вот, по-моему, это не совсем правильная стратегия принижать выступление Фьюри. Наоборот, как мне кажется, он выступил очень хорошо, особенно на фоне того, как у меня были тоже подозрения, и те его загулы, пьянки, и не только после Кличко, достаточно длинный период, плюс там какие-то психологические проблемы. Его загулы по барам перед Нгану, вот, я тоже почему ждал, что Нгану может получиться бой не такой простой, потому что я знал, что Фьюри не готовится к бою. В принципе, он не готовится, он не был готов, он чаще ходил пить пиво, чем ходил в зал. Вот, и это, ну, я не утрирую. Вот, и поэтому такой бой получился. То есть, если бы он вышел на Усика в той форме, как против Нгану, я думаю, бой длинным бы не был, он был бы очень коротким, вот, потому что даже из того, истоходя из того прессинга, который Усик на него оказал, Фьюри бы просто выдохся за три раунда, его бить не надо было бы, он просто от усталости бы упал. Так что Тайсон, действительно, вот он восстановился после вот той плохой формы, которая у него была в конце 23-го года, он действительно серьезно подготовился и чего, как мне кажется, не то, чтобы ему не хватило, но наступает момент в карьере любого боксера, я имею в виду, боксера, который так вот, может, на кураже где-то боксирует или на какой-то суперуверенности, что всегда ты в какой-то момент встречаешь соперника, которого все-таки чуть-чуть больше нужно уважать, чем ты обычно это делаешь. Вот, ну, то есть, чуть больше. И мне было непонятно, почему Фьюри отдал первые три раунда. То есть, отдать один раунд, ну, два еще, ладно, но в чемпионском поединке просто отдать первые три раунда, то есть, ну, провести так, типа, ну, ничего, я проиграл, сейчас я возьму, там, не переживу, сейчас я свое возьму. И, в принципе, да, потом он начал брать свое, но соперник того уровня, у которого какой бы, просто усик боксер такого класса, что ты можешь выиграть у него, там, 4, 5, может быть, даже 6 раундов, но я не могу себе представить, как у него можно выиграть 8 или 10 раундов. Или, допустим, вот Фьюри проигрывает первые три, остается 9. Как можно у него из 9 раундов реально, там, взять 8? То есть, он никак не может, исходя из своего уровня, проиграть подряд, там, 7 или 8 раундов, никак. Он проиграет, может быть, два, максимум три, но потом свои два он как минимум точно возьмет. Поэтому я вот, честно, этого не очень понял, и вот эти кривляния, ну да, это, может быть, все неплохо смотрелось в поединке такого уровня, но мне показалось, что чуть-чуть больше бы уважения Тайсону к Александру Усику. Это не значит, что он бы выиграл бой обязательно, да, там, я как раз на стриме об этом говорил, и некоторые сразу, ну, понятно, вот ты, значит, ты считаешь, что если бы он там чуть был посерьезнее, значит, он победил бы. Я не считаю, что он победил бы. Мы этого не знаем, ответ на этот вопрос мы не получим. Ну, если только реванш не состоится, и там что-то как раз вот будет какая-то абсолютная серьезная версия Тайсона Фьюри без единой ухмылки, клоунады по ходу поединка. Вот, а так, как мне показалось, что надо было чуть-чуть больше уважения проявить. Кого ты видишь следующие замены вот в супертяжелом весе Фьюри, после Фьюри и Усика? Кто тебе нравится? Чего-то никто не нравится. Если честно. Сейчас просто титул теряется, IBF, да, я прочитал. Там будет Дебуа с Хырковичем. Я не могу себе представить, ну, да, там окей, у Усика был бой против Дебуа, но там пара моментов было, когда у Дебуа что-то получалось, но по факту Дебуа проиграл этот бой и был нокаутирован джебом. Ну, как-то не тянет на человека, который способен дальше нести на себе бремя вот этого такого прочного лидера супертяжелого веса. Я из вот всех супертяжей, я бы, наверное, если бы, допустим, Фьюри сказал бы, что все, я ухожу из бокса, я и так много заработал, ну, подумаешь, проиграл, а я считаю, что я выиграл, да, Фьюри сказал, я считаю, что я выиграл. Поэтому, в принципе, эту мысль он может нести всю оставшуюся жизнь. Агитка боел. Вот этого парня было бы интересно посмотреть, он хотя бы как минимум заслужил. Он реально заслужил это своими победами. Его не тянули, его даже, более того, должен был проиграть Чесоре, потому что Чесора там, я не помню, к какому бою вели Чесору. Также он должен был стать боксером, на котором Фрэнк Санчес покажет свои прекрасные умения и заработает статус претендента уже прямо уже такого прочного на титул. Даже вот поединок Кабаела прошлый против Арсланбека Махмудова, он рассматривался как бой, где Махмудов должен продолжить свою серию досрочных побед. Крупный, мощный, с тяжелым ударом. Кабаел не смотрелся. Я просто, я помню, я комментировал этот бой, я помню определенные прогнозы на этот бой, и я уже еще до боя как-то мне казалось, да, Кабаел, может, не такой крупный, но видно, что он парень-то умный очень и не такой простой, как кажется. Поэтому я вот уже, когда бой с Махмудовым, вот я комментировал, я после, по-моему, в третьем раунде говорю, так, что-то там все идет, по-моему, к тому, что сейчас Кабаел просто нокаутом выиграет. Но там прям настолько очевидно было, что почему-то Махмудов как-то, вот опять же, тот момент, да, как-то уважения вообще никакого к сопернику не было, как будто сейчас он должен упасть от, просто от одного вида. Поэтому агит Кабаел, на мой взгляд, заслужил. Что касается там того же Джарда Андерсона, не знаю, пока я не могу сказать, что он меня чем-то сильно впечатлил. Филипп Харгович, ну, возможно, но опять же, вот Харгович, как мне кажется, тоже не то, чтобы какой-то такой боксер, который может вот всех, кто даже из тех, кто есть, прям всех перебить и может быть даже кого-то там из следующего поколения. Не знаю, каких-то ребят, которые действительно прям цепляют, за которыми хочется следить, потому что за Фьюри вот хотелось следить, ну, понятно, он там просто габариты уж очень выдающиеся и плюс вот этот апперкот, который он себе засадил еще как раз там в 10-й, это 10-й, по-моему, год был, вот, и плюс еще то, что Эммануэль Стюарт как раз про него говорил еще буквально там на первых парах, там чуть ли еще, по-моему, когда Фьюри то ли был любителем, по-моему, даже Фьюри, когда был любителем, Стюарт уже тогда говорил, что, мне кажется, вот этот парень когда-нибудь станет чемпионом, вот, поэтому вот за ним даже хотелось следить. Сейчас, ну, как-то, ну, есть поединки, которые я с удовольствием посмотрю, допустим, Фрэнк Санчес против Кабаэла, это бой, которого я очень ждал, действительно, был очень интересен, и перед боем, опять же, поскольку я знал Кабаэла, я понимал, что это не будет, это точно, если будет победа Санчеса, она легкой не будет, но когда после, там, по-моему, трех раундов я вижу, что Санчес продолжает вот это пропускать по корпусу, я как-то начал задаваться вопросом, а что происходит? Почему, ну, я не верю в то, что такое обилие ударов по корпусу, это он пропускает чисто по приколу. Ну, вот в итоге, в итоге, от удара по корпусу он и бой закончил. Ну, посмотрим. Кстати, этот вопрос еще я хотел про корпус задать, я его сейчас забыл. Удары Фьюри снизу, вот снизу по корпусу, и Усик апеллировал, что его опять бьют ниже. Как ты их расценишь? Ну, там были, там всякое было, там был эпизод, где он прям Фьюри вообще конкретно ниже пояса ударил. Был один эпизод, где, кстати, Фьюри попал точно, Усик обратил внимание, мол, ниже пояса. Ну, ты знаешь, иногда это чисто такая игра идет, боксерская, где иногда даже намеренно боксер, пропуская удар, там, легальный, может апеллировать к рефери, чтобы рефери, в принципе, к этому, там, на это обращал внимание, потому что иногда за счет, там, активных жалоб ты можешь, ну, там, надавить на рефери, но хотя каких-то активных жалоб не было, я не видел, там, Усик, по-моему, пару раз всего обратил внимание рефери, и все. Ну, и Фьюри, по-моему, ну, ниже пояса, может, пару раз попал. Чисто, знаешь, в рамках погрешности, я не видел каких-то нарушений со стороны Фьюри, вот, а работа по корпусу, кстати, тоже удивительна, ведь, учитывая, насколько высокий Фьюри, как он, ну, у него руки длинные, вот, ему в этом плане проще, потому что, и плюс какая-то удивительная координация, потому что, вот, у него один удар, я помню, он где-то в область сердца попал Усику, видно было, что очень тяжелый удар, прям, ну, и Усик его прочувствовал, то есть, Фьюри, он вроде не выглядит, как боксер, который бьет очень страшно, да, но, тем не менее, 120 килограммов, любой его удар, он будет ощутим. Следующий бой, который бы ты хотел увидеть, независимо от весовой категории? Ну, Пивол Бетербеев. Ну, Ломаченко, Джервонта, Дэвис, очень хотел бы, что еще, реванш Усик Фьюри, я хотел бы увидеть, потому что бой был конкурентным, и несмотря на очевидную победу одного, то есть, она не была спорной, она была очевидной, хотя и там с небольшим преимуществом по очкам в целом, но я, собственно, хотел бы, вот три, наверное, там поединка, не знаю, есть ли что-то еще. А, знаешь, что еще мне было бы интересно? Если, допустим, вот Бивол Бетербеев подерутся, и победитель этого боя пошел бы в крузеры с тем же Апитай и подрался, например. Вот такой поединок я хотел бы увидеть. Вот как раз у меня пример, да, Усик без травм, ну, или их не говорят о них, и вот травмы Бетербеева. У них разница в два года. Вот, сейчас должен был бой состояться Бивол Бетербеев, а у Битера, кстати, подряд третья травма, если я не ошибаюсь, и отмена третий раз боя в связи с травмой. Считаешь ли ты, что вот после этой травмы, скажем, Бивол явный фаворит? Я, если честно, я не знаю, ты какие-то новости видел на тему, там, какого характера травмы? Я просто не встречал. Вот, что там вообще говорится? Разрыв министра. Не-не, я имею в виду, что, насколько тяжелое восстановление вот это вот все, была какая-то информация? Ну, там, во-первых, восстановление, типа, до сентября, и потом будет в конце года. То есть такое. Но разрыв министра, это повторный. Ну, это серьезный, да, но... Добавлю, что уже он сделал операцию, что самое удивительное, что и показывали видео, может быть, ты видел, как Бетербеев уже сгибает новую сразу, то есть без проблем. Я просто, я видел, что кто-то писал в чате, может быть, это не ты писал в чате, я, по-моему, во время стрима, кто-то мне писал, что операцию уже сделали, и как раз он сгибает новую. Ну, значит, кто-то другой писал. Мы писали вот как раз во время стрима, что даже вот там на видео сгибал ногу. Может быть, не настолько серьезное, может, это там не разрыв, а надрыв, или... Ну, я не знаю всех подробностей, их, собственно, и не афишировали. Но если восстановление займет там всего, ну, три месяца примерно, там, чуть больше трех месяцев, но, видимо, не настолько все страшно. И если он сможет еще и подготовку уже в сентябре полноценную начать, ну, значит, наверное, все в целом в порядке. И ну, сложно сказать. Просто Бетербиев все равно такой боксер, который всегда будет готов на максимуме. даже там в силу возраста, исходя из того своих физических кондиций, а, в принципе, в последнем поединке он показал, что у него еще все в порядке, и скорость на месте, и двигается, ну, то есть я не думаю, что он там сильно за год как-то уж состарится, что прям совсем ничего не получится. я все равно пока что придерживаюсь того, что это бой 50 на 50. Все равно пока, ну, у меня почему-то такое внутреннее ощущение. Ты сказал вот как раз Ломаченко, Дэвис. Что ты думаешь по этому бою? Нужен ли этот бой Ломаченко в плане того, что опять не будет он, скажем, зажат, заберут, может быть, у него победу? Нужен ли этот бой для Ломаченко? Я думаю, нужен, потому что для Василия, как я понимаю, помимо гонораров, наследие все-таки имеет значение так или иначе. То есть, вот, ну, титул, титулы, там, объединенный чемпион. Тут просто Джервонт и Дэвис это все в одном, там, одни плюсы. Это очень рейтинговый боец, кассовый, то есть они там с Гарсией. Понятно, что большую часть кассы Гарсия сделал, когда они с Дэвисом дрались, там, один на три миллиона по импервью. Но в любом случае, Гарсия уже, Дэвис засветился перед очень большой аудиторией и гораздо больше людей о нем узнало. И с учетом того, что он еще и победил досрочно, то у него, я думаю, что вот финансовый потенциал очень сильно вырос после поединка с Райаном. И поэтому для Василия тут, во-первых, боксер его поколения, это не молодой Шакур Стивенсон, который боксирует в этом весе, потому что он еще просто ему здоровье позволяет гонять. Это боксер, да, Дэвис помладше, но он боксировать в профи начал в тот же год, что и Василий. Понятно, что у него не было такой суперуспешной любительской карьеры, но тем не менее на профи-ринге они одинаковое количество лет выступают, и у Дэвиса боев больше, так или иначе. Поэтому, в принципе, это боксер его поколения, это боксер кассовый, и это чемпион мира. То есть, одни плюсы. Хорошо заработать и шансы завоевать титул. Если, скажем, Дэвис не пойдет в нокдаун, или не будет нокаутирован, вряд ли он по очкам выиграет Ломаченко. Ты как думаешь? Ну, в зависимости от того, какое будет преимущество, конечно же. Я считаю, что, с точки зрения чистого бокса, Дэвис не то, что там хуже боксер, Дэвис, конечно, очень классный боксер. У него, вот он какой-то прям прирожденный, то есть бокс есть в нем. Есть вещи, которые, кажется, что его не учили, он сам как будто уже это знал. Вот они в нем были заложены, как Джеймс Тони. Его не надо было учить, он вот, в нем есть вещи, которым нельзя научить. Но при этом, с точки зрения все-таки опыта и разнообразия, как мне кажется, Ломаченко чуть получше, чем Джервонта Дэвис. Дэвис убьет потяжелее, очевидно. То есть, это тоже, кстати, будет интересно посмотреть, потому что Дэвис явно будет попадать, явно, что придется где-то пропустить от Дэвиса, как Василий на эти удары отреагирует, потому что все-таки у него настолько он бьет, во-первых, точно, своевременно, как-то остро и тяжело. У него прям какая-то особенная ударная мощь Джервонты. И вот стилистически мне этот поединок очень интересен. Поэтому, ну, а какие варианты, собственно, у Василия? Драться с какими-то там непонятными претендентами, которых назначат, я не вижу смысла. То есть, понятно, ну, у Василия сколько осталось в боксе? Ну, неизвестно, но немного. Очевидно, что немного. С учетом того, какая была длинная карьера. Когда люди любят вспоминать про Хопкинса, не будем забывать, что Хопкинс боксом-то начал заниматься, по сути, летом в 19. в 17 попал в тюрьму и где-то там в 18-19 только начал заниматься боксом и то на расслабоне. Он реально вот 65-го года рождения, он реально стал серьезно заниматься боксом только когда вышел из тюрьмы в 88-м году, в 23 года. Понятно, что ресурс у него был неистрачен. А ребята, которые начали там в 12-13 заниматься, у них уже там к 20 боям 150-200 боев, к 20 годам, прошу прощения, к 20 годам, 150-200 боев, это другое дело. Поэтому я не вижу, чтобы Ломаченко выступал на ринге в 47 лет или в 45 лет. Очевидно, что, может быть, года два он еще побоксирует и нужно выжимать максимум из этих двух лет, проводить самые большие бои и сражаться за самые большие титулы. Я ничего в поражении или в поражениях не вижу плохого, потому что в зал славы включают же не за количество там поражений или не включают, а за те победы, которые ты одержал. И философия, мне гораздо ближе вот философия бокса первой половины 20 века или середины, да даже, в принципе, ближе. И вторая половина, о поражениях там никто не думал. Там наоборот, если у тебя 50 боев и ты ни разу не проигрывал, это плохо, значит, ты не дрался с сильнейшими. Флойд очень сильно изменил сознание и боксеров в том числе, но он это делал просто себе на пользу, это его бизнес. Он на этом заработал, а другие на этом заработать не могут, просто потому что они не Флойд Мэйвезер. Как раз сказал про зал славы бокса. На данный момент, вот как сейчас Ломаченко без боя с Дэвисом, попадет ли в зал славы? Абсолютно. Я думаю, что он на зал славы наработал еще, когда чемпионом в трех весах стал, уже все, это уже зал славы был. А все, что дальше, это, ну, как уже довесок к его наследию. Потому что, ну, не забываем, титульный бой во втором бою, в третьем бою уже чемпион мира, там в восьмом бою уже, по-моему, в двух весах, да, я уже точно, я, честно говоря, уже по количеству боев забыл. Короче говоря, вот, то есть там рекорды, там уже, в принципе, там, если бы, когда вот Василий стал в третьей категории, уже если бы завершил карьеру, все равно попал бы в зал славы. А так, ну, у него из 21, по-моему, боя на профи ринге титульных, там, 16 или скупьешь, давай, на всякий случай, чтобы мне тоже... Не будем, не будем принижать. А, да, 21 бой, и нетитульным был только дебютный, и вот там у него был промежуток, когда он с Джимейном Артисом, с Комми и на Катане не дрался за титул. Да, то есть, из 21 боя только 4 нетитульных, 17 чемпионских боев. Из них 14 он выиграл, и, собственно, поражение вот это от Солида, оно, категорически спорное, назовем его так. У Ломаченко вот эти поражения Солида, Лопес и Хейни. Хейни. Да, многие винят в этом Арума. Что ты скажешь по этому поводу? Если бы не Боба Арум, Ломаченко бы в профессионалы не пошел. То есть, давайте начнем с того, что Василий, когда приехал в Штаты, он же встретился там в мейн-эвентс в первую очередь, потому что Ковалев был в мейн-эвентс, Эгис же его, и Ковалев, поскольку Эгис с Климас был менеджером Ковалева, ну, собственно, и есть менеджер Ковалева, и подписали мейн-эвентс, естественно, что мейн-эвентс проявляли интерес к Ломаченко, ему не понравились условия. То есть, у Ломаченко было условие, я хочу подраться за титул чемпиона мира в первом поединке на профи-ринге. Я не помню, что ему обещали мейн-эвентс, Golden Boy сказал, что где-то к десятому бою, по-моему, еще, я не помню, к кому еще они ездили, но, короче говоря, они уже собирались уезжать домой. Ничего им не понравилось, ничего не устроило. Звони Тару и спрашивают, вы где? Они говорят, мы во Флориде. По-моему, они во Флориде были, в Майами, может быть, я не знаю, в Орландо. Он говорит, я сейчас прилечу. Садится в свой самолет, прилетает. Вы чего хотите? Мы хотим в первом бою подраться за титул чемпиона мира. Он говорит, в первом это нереально невозможно, во втором я вам гарантирую. Условия такие-то, гонорары такие-то. Все. Нас все устраивает, подписали контракт. Если бы не Бубарум, то, возможно, не было бы действительно очень заметной в рамках истории бокса профессиональной карьеры. которую в итоге провел Ломаченко. Поэтому я не вижу. Наоборот, Арум сдержал свои обещания во втором бою. Потом, из-за того, что настолько несправедливо, по сути, сложился бой с Солида, он организовал ему бой, уже в следующий бой опять за титул чемпиона мира. То есть, в принципе, если бы не связи Боба Арума, никто бы не дал Ломаченко в третьем бою драться за титул, после того, как он до этого проиграл бой за титул. Даже с учетом того, что он проиграл, он не особо справедливо. Поэтому нет. И плюс еще и Арум позволил и заработать хорошие деньги. Ведь Василий там с первых же боев зарабатывал гонорары, которые, ну, ребятам, начинающим, особо, скажем так, и не снились. Они, такие гонорары некоторые к концу карьеры зарабатывают, как Василий зарабатывал в своих самых первых боях. И уже там, когда в чемпионских поединках, начиная с года с 16-го, 17-го, там уже миллионами исчислялись долларов, гонорары. Поэтому я считаю, что Арум, наоборот, это сделал очень многое для карьеры. И сам Василий, если бы ему что-то не нравилось, он бы уже давно от него ушел. Следующий раздел у меня про твои легендарные бои. Я не помню, если я спрашивал в нашей первой части, откуда у тебя вообще появилась такая идея делать такие вот великолепные выпуски. Спасибо тебе, кстати, за них. Субтитры сделал DimaTorzok